Духовно-просветительская программа «Семья, Единение, Отечество» зарекомендовала себя как проект демографического возрождения Беларуси. Если в прошлом году семейный фестиваль проводился на Брещене, в нынешнем году акценты сместились на восток. На Могилёвщине, Осиповичи, третий по величине населённый пункт. В масштабах же всей республики это типичный райцентр, малый город. Но впервые в рамках проекта «Семья, Единение, Отечество» здесь будут применяться новые подходы. Направили свои усилия на яркость, на зрелищность, на привлечение большого числа молодёжи, школьников и на активную работу со средствами массовой информации, с идеологическими работниками. Сегодня в области информации создаётся общественное мнение, создаётся устойчивые, положительные или отрицательные стереотипы. Организаторы программы «Семья, Единение, Отечество» предложили жителям Осиповичей создавать положительные стереотипы вместе. В частности, в воскресенье горожанам предлагают выйти на марш детских колясок. Батюшка благословил на троицу. У нас принята наша инициатива о проведении крестного хода городского, который будут возграблять мамы с колясочками. Мои дорогие, будьте добры, будьте вестниками вот этой доброй воли. Каждой маме, которую вы знаете, расскажите об этом благословении, об этой инициативе. Настоящий музыкальный подарок горожане получили и на открытии фестиваля. В Центральном парке выступил вокальный ансамбль «Благовест», знаменитый белорусский коллектив, лауреат Международного фестиваля духовной музыки и Верга Лауретана, а также творческая команда поэта и композитора Вячеслава Бабкова. Но кроме творческих вечеров, в эти дни проходят и более серьезные встречи. Форумы с участием медицинских, социальных и идеологических работников, с военнослужащими и работниками правоохранительных органов. А главное – встреча с подрастающим поколением. Со школьниками организованы антикризисные беседы на злобу дня. Нынешние выпускники скоро столкнутся с военной студенческой жизнью. Если одни реализуют себя в учебе, работе, создании семьи, другие могут пополнить печальную статистику по алкоголизму, наркомании, самоубийствам, абортом. Помочь молодым людям сделать правильный выбор – в этом и состоит цель программы «Семья. Единение. Отечество». Мы это видим из, скажем, сводок криминальных новостей, которые сегодня есть, и из тех, скажем, цифр, которые сегодня существуют. Ведь как бы то ни было, все равно смертность превышает рождаемость. Поэтому чем меньше будет, скажем так, абортов, чем больше будет рожденных детей, тем крепче будет семья, тем будет крепче наше государство. В советский период Могилевщина была самым атеистическим регионом в Беларуси. Впоследствии безбожие священнослужители видят и в разрушении семей. Сейчас, когда духовная жизнь возрождается, есть шансы и на демографическое возрождение. И здесь прямая корреляция. Верующие женщины, прихожанки открывшихся храмов не пойдут на детоубийство. Мы знаем, самый главный грех и страшный грех – это совершается, когда аборт. А мы должны помнить об этом, что жизнь – это священный дар. И для того, чтобы в свое время спасаться, надо начинать с самого себя, с семьи, с мужа, жены и наставлять своих чад. Марш детских колясок, который состоится в Осиповичах воскресенье в рамках программы «Семья, единение Отечества» – это, наверное, самый лучший ответ молодым людям на вопрос «Как строить жизнь?» Не прожигать ее в бессмысленных, а порой и опасных развлечениях, а созидать семью и Отечество. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Осиповичи. Субтитры подогнал «Симон»